Александр Куприн. Бред. Рота капитана Маркова ехала на соединение с карательным отрядом. Усталые, раздраженные солдаты, утомленные длинным передвижением в неудобных вагонах, были молчаливы и пасмурны. На какой-то станции со странным, не по-русски звучавшим названием, их поили водкой и пивом какие-то люди в поддевках. Солдаты кричали «Ура!», пели песни и плясали с каменным выражением лиц. Потом началось дело. Рота не могла обременять себя пленными, и потому всех подозрительных и даже просто беспаспортных людей, захваченных по дороге, немедленно расстреливали. Капитан Марков не ошибся в своем психологическом расчете. Он знал, что постепенно нараставшая озлобленность солдат найдет некоторое удовлетворение в кровавых расправах над жителями. Вечером 31 декабря рота остановилась на ночлег в полуразрушенной баронской ферме. До города оставалось 15 верст, и капитан рассчитывал прийти туда завтра к трем часам. Он был уверен, что его роте завтра же придется принять участие в серьезном и продолжительном деле, и потому хотел, чтобы люди, размещенные в разных амбарах, конторах и службах, хоть немного отдохнули, успокоились и подкрепились. Сам же он занял себе под спальню большую гулкую пустую залу с камином в готическом стиле и с постелью, которую отобрали у местного пастора. Черная беззвездная ночь с мокрым снегом и ветром незаметно и быстро надвинулась над фермой. Марков сидел один в огромной пустой комнате перед камином, в котором ярко пылали доски разломанного забора. Поставив ноги на каминную решетку и разложив на худых острых коленях карту генерального штаба, зеленку, он внимательно изучал глазами пространство между фермой и городом. В прекрасном свете огня его лицо с высоким лбом, усами, кольчиками и с упрямым твердым подбородком казалось еще более суровым, чем всегда. Вошел Фельдфебель. С его клеенчатого плаща бежала на пол дождевая вода. Постояв несколько секунд и убедившись, что капитан не обращает на него внимания, Фельдфебель осторожно кашлянул. — Это ты? — капитан повернул назад голову. — Что? — Все обстоит благополучно, ваше высокоблагородие. — Третий взвод в наряде, так что первое отделение у церковной ограды, а второе — так дальше. — Пропуск сообщен? — Точно так, ваше высокоблагородие. Он помолчал немного, точно выжидая, но капитан тоже молчал, и солдат сказал тоном ниже. — Как прикажете, ваше высокоблагородие, с теми тремя, которые расстрелять на рассвете? — резко оборвал Марков, не давая Фельдфебелю договорить. И потом он, прищурившись, поглядел на солдата, чтобы я больше таких вопросов не слышал. Понимаешь? — Слушаю, ваше высокоблагородие! — крикнул Фельдфебель. И опять они оба замолчали. Капитан лег, одетый, на постель. Фельдфебель стоял у двери в тени. Но солдат почему-то медлил уходить. — Все? — нетерпеливо спросил Марков, не поворачивая головы. — Так точно, ваше высокоблагородие! — солдат переминался с ноги на ногу и вдруг решительно и настойчиво произнес. — Ваше высокоблагородие! Так что солдаты спрашивают, как прикажете с тем, который старик? — Вон! — закричал Марков на Фельдфебеле и быстро с гневным лицом выпрямился. Кажется, он готов был его ударить. Фельдфебель тотчас же ловко в два темпа по строевому повернулся кругом и отворил дверь. Но на пороге он задержался на минутку и казенным голосом сказал. — Так что, ваше высокоблагородие, имею честь поздравить с наступающим Новым годом и желаем... — Спасибо, братец! — сухо ответил Марков. — Не забудь распорядиться, чтобы люди тщательнее осмотрели винтовки. Оставшись один, Марков, не раздеваясь и не отстегивая шашки, бросился на кровать лицом к камину. Лицо его сразу изменилось, точно постарело. Коротко остриженная голова ушла в плечи, глаза потухли, полузакрылись с усталым болезненным выражением. Марков уже целую неделю страдал мучительной лихорадкой и только благодаря усилиям воли переламывал болезнь. Никому в отряде не было известно, что по ночам он метался в жестоких пароксизмах, трясясь во знобе, тяжело бредя, забываясь только на мгновение в уродливых фантастических кошмарах. Капитан лежал на спине, глядя, как перебегают синие огоньки в потухающем камине, и чувствуя, что к нему медленно подкрадывается, туманя голову и расслабляя тело, привычный приступ малярии. Мысли его странным образом были прикованы к пойманному утром старику, о котором только что докладывал Фельдфебель. Марков рассудком догадывался, что Фельдфебель прав. В старике действительно было что-то необыкновенное, какое-то величественное равнодушие к жизни вместе с кротостью и глубокой печалью. Подобных людей, похожих, но в очень слабой степени на этого старика, капитан видел там, под Ляояном и у Мукдена, среди безропотно умиравших рядовых солдат. Когда сегодня привели к Маркову этих трех человек, и он объяснил им при помощи цинично-красноречивого жеста, что с ними будет поступлено как со шпионами, то лица двух других сразу побледнели и исказились смертельным ужасом, а старик только усмехнулся с каким-то странным выражением усталости, равнодушия и даже будто бы тихого снисходительного сострадания к самому начальнику карательной экспедиции. Если он в самом деле мятежник, — размышлял Марков, закрывая воспаленные глаза и чувствуя, как мимо его глаз плывет какая-то мягкая бездонная тьма, то без сомнений он занимает там важный пост. Я поступил очень благоразумно, приказав его расстрелять. — Ну а если старик ни в чем не виновен, тем хуже для него. Не могу же я отрывать для присмотра за ним двух человек, в особенности ввиду завтрашнего. Наконец, почему же он должен избегнуть участи тех пятнадцати, которых мы оставили позади? — Нет, это было бы несправедливостью по отношению к прежним. Капитан медленно открыл глаза и вдруг вскочил в смертельном страхе. Перед капитаном на низкой скамейке сидел, понурившись, опершись ладонями о колени, в спокойной и грустно задумчивой позе, приговоренный к смертной казни старик. Капитан не был трусом в общепринятом смысле, хотя и верил в сверхъестественное и носил на груди ладонку с какой-то косточкой. Отступить в страхе даже перед самым таинственным нематериальным явлением капитан счел бы таким же позором, как бегство перед неприятелем или унизительную мольбу о пощаде. Выхватив быстрым привычным движением револьвер из кожаного чехла, он взвел курок, направил его дуло в голову незнакомца и закричал бешено. — Если ты шевельнешься, черт тебя возьми! Старик медленно повернул голову. По его губам прошла та же самая улыбка, которая так врезалась капитану в память сегодняшнего утра. — Не тревожьтесь, капитан. Я пришел к вам без дурного намерения, — произнес старик. Попробуйте хоть до утра воздержаться от убийства. Голос у этого странного гостя был такой же загадочный, как и его улыбка. Ровный, однотонный и как будто бы без всякого тембра. Давным-давно, еще в раннем детстве, Марков нередко слышал, оставаясь один в комнате за своей спиной, такие голоса, без цвета и выражения, зовущие его по имени. Повинуясь непонятному влиянию этой улыбки и этого голоса, офицер положил револьвер под подушку и опять прилег, опершись головой на локоть и не сводя глаз с темной фигуры незнакомца. Несколько минут в комнате была тяжелая, жуткая тишина. Только походный хронометр Маркова торопливо отбивал секунды, да перегоревшие уголья в камине падали вниз со слабым, но звонким металлическим хрустеньем. — Скажи мне, Марков, — начал, наконец, старик, — Что ответишь ты, не судьям, не начальству, даже не императору, а своей совести, если она у тебя спросит, зачем пошел ты на эту ужасную несправедливую бойню? Марков насмешливо пожал плечами. — Однако у тебя, старикашка, довольно непринужденный тон, для человека, которого через четыре часа расстреляют у дерева. Впрочем, поговорим, пожалуй. Это все-таки занимательнее, чем метаться без сна в лихорадке. Итак, что я отвечу своей совести? Я отвечу ей, во-первых, что я солдат, и мое дело повиноваться без всяких размышлений. Во-вторых, я природный русский, и пусть всему миру станет известным, что тот, кто осмелится восстать против могущества великой державы, будет раздавлен под ее питою, как червь, и даже самая могила его сравняется с землей. О, Марков, Марков, сколько дикой и кровожадной гордости в твоих словах, возразил старик, и сколько неправды. Ты смотришь на предмет, приблизив его к самым глазам, и видишь одни лишь мелкие его подробности. Но отойди от него дальше, и он представится тебе в своем настоящем виде. Неужели ты думаешь, что твоя великая родина бессмертна? Но разве не то же самое говорили и думали когда-то персы, и македоняне, и гордый Рим, охвативший весь мир своими железными когтями, и дикие полчища гуннов, нахлынувших на Европу, и могущественная Испания, владевшая тремя частями света? Спроси у истории, куда одевалась их необъятная власть. А я тебе скажу, что и до них за тысячи веков были великие государства, более сильные, гордые и культурные, чем твое отечество. Но жизнь, которая сильнее народов и древнее памятников, смела их со своего таинственного пути, не оставив от них ни следа, ни воспоминаний. «Это пустяки», — возразил слабеющим языком капитан, опускаясь на спину. «История идет своим течением, и не нам направлять ее или указывать ей дорогу», — старик беззвучно засмеялся. «Не уподобляйся той африканской птице, которая прячет голову в песок, когда ее преследуют охотники. Верь мне, пройдет сто лет, и дети твоих детей будут стыдиться своего предка Александра Васильевича Маркова, палача и убийцы». «Сильно сказано, старина». «Да, и я слышал об этих бреднях восторженных мечтателей, которые собираются переделать мечи на плуги. Ха-ха, воображаю себе это царство золотушных неврастеников и рахетических идиотов. Нет, только война выковывает атлетические тела и железные характеры». «Впрочем», — Марков крепко потер виски, сились что-то припомнить. «Впрочем, это все не важно». «О чем я хотел тебя спросить?» «Ах да, почему-то мне кажется, что ты не будешь говорить неправды. Ты здешний?» «Нет», — покачал головой старик. «Но все-таки ты родился здесь?» «Нет». «Но все-таки ты европеец?» «Француз, англичанин, русский, немец?» «Нет, нет». Марков в раздражении ударил кулаком о борт кровати. «Да кто же ты, наконец? И почему, черт возьми, мне так страшно знакомо твое лицо? Видались мы когда-нибудь с тобой?» Старик еще больше понурился и долго сидел, не говоря ни слова. Наконец он заговорил точно в раздумье. «Да, мы с тобой встречались, Марков, но ты никогда не видал меня. Вероятно, ты не помнишь или забыл, как во время чумы твой дядя повесил в одно утро 59 человек. В этот день я был в двух шагах от него, но он не видел меня. «Да, правда, 59», — прошептал Марков, чувствуя, как им овладевает нестерпимый жар. «Но это были мятежники?» «Я был очевидцем жестоких подвигов твоего отца под Севастополем, и твоего деда после взятия Измаила», — продолжал своим беззвучным голосом старик. На моих глазах пролилось столько крови, что ею можно было бы затопить весь земной шар. «Я был с Наполеоном на полях Аустерлица, Фридланда, Иены и Бородина. Я видел чернь, которая рукоплескала Сансону, когда он показывал с подмозков гильотины окровавленную голову Людовика. При мне в ночь святого Варфоломея правоверные католики с молитвой на устах избивали жены детей гугенотов. В толпе беснующихся фанатиков я созерцал, как святые отцы-инквизиторы жгли на кострах еретиков, как во славу Божию сдирали они с них кожу и как заливали им рот расплавленным свинцом. Я шел вслед за полчищами Аттилы, Чингисхана и Салемана Великолепного, которые означали свой путь горами, сложенными из человеческих черепов. Вместе с буйной римской толпой я присутствовал в цирке, при том, как травили псами, зашитых в звериные шкуры христиан, и как в мраморных бассейнах кормили мурен телами пленных рабов. Я видел безумные кровавые оргии Нерона и слышал плач иудеев у разрушенных стен Иерусалима. «Ты, кошмар! Уйди! Ты бред моего больного воображения! Отойди от меня!» — с трудом прошептал Марков запекшимися губами. Старик поднялся со скамейки. Его сгорбленная фигура точно выросла в одно мгновение, так что волосы его головы касались потолка, и он опять заговорил медленно, однотонно и грозно. Я видел, как впервые пролилась кровь человека. Были на земле два брата. Один — ласковый, нежный, трудолюбивый и сострадательный. Другой — старший, был горд, жесток и завистлив. Однажды оба они приносили по обычаю отцов жертву своему богу. Младшие — плоды земные, а старшие — мясо наловленных им зверей. Но старший питал в сердце злобу к своему брату, и дым от его жертвенника стлался по земле. Между тем, как дым от жертвенника младшего прямым столбом поднимался к небу. Тогда переполнилась душа старшего давнишней завистью и злобой, и произошло на земле первое убийство. «Ах, отойди, оставь меня ради Бога!» — шептал Марков, мечась по сбившейся простыне. Но старик продолжал свою речь. Да, я видел, как его глаза расширились от ужаса смерти, и как его скорченные пальцы судорожно царапали мокрый от крови песок. И когда он, вздрогнув в последний раз, вытянулся на земле холодный, неподвижный и бледный, то нестерпимый страх овладел убийцей. Он бежал, пряча лицо свое в лесную чащу, и лежал там, дрожа всем телом до самого вечера, до тех пор, пока не услышал голос разгневанного Бога. «Каин, где брат твой, Авель?» «Уйди, не мучь меня!» — с трудом шевелил губами Марков. Объятый трепетом, я отвечал Господу. «Разве я сторож брату моему?» Тогда проклял меня Господь вечным проклятием. Оставайся в живых до тех пор, пока стоит созданный мною мир. Броди бездомным скитальцем во всех веках, народах и странах, «И пусть твои глаза ничего не видят, кроме пролитой тобою крови, и пусть твои уши ничего не слышат, кроме предсмертных стонов, в которых ты всегда будешь узнавать последний стон твоего брата». Старик замолчал на минуту, и когда он заговорил, то каждое его слово падало на Маркова с тяжелой болью. «О Господи! Справедлив и неумолим твой суд! Уже многие столетия и десятки столетий странствую я по земле напрасно, ожидая смерти. Высшая беспощадная сила влечет меня туда, где умирают на полях сражений окровавленные, изуродованные люди, где плачут матери, произнося проклятие мне, первому брата-убийце. И нет предела моим страданиям, потому что каждый раз, когда я вижу истекающего кровью человека, я снова вижу моего брата распростертого на земле и хватающего помертвелыми пальцами песок. И тщетно хочу я крикнуть людям! Проснитесь! 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 Проснитесь, ваше высокоблагородие! Проснитесь! твердил под ухом Маркова настойчивый голос фельдфебеля. Телеграмма! Капитан быстро поднялся на ноги, мгновенно овладев по привычке своей волей. Уголья в камине давно потухли, а в окно столовой уже глядел бледный свет занимающегося дня. — А как же те? — спросил Марков с дрожью в голосе. — Так точно, ваше высокоблагородие! Только что! — А старик? — Старик! — Тоже! Капитан, точно сразу обессилев, опустился на кровать. Фельдфебель стоял около него на вытяжку, ожидая приказаний. — Вот что, братец, ты примешь вместо меня команду, заговорил Марков слабым голосом. — Я сегодня подаю рапорт, потому что я... что меня... совершенно измучила эта проклятая лихорадка. И, может быть... Он попробовал усмехнуться, но улыбка у него вышла кривая. — Может быть, мне придется скоро и совсем уйти на покой. Ничему не удивлявшийся Фельдфебель, приложив руку к козырьку, ответил спокойно. — Слушаю, ваше высокоблагородие!